Ну а чё так быстро-то, серьёзно? Я записал координаты и сразу же туда перенёсся. Воу-воу-воу, полегче игра. У меня пушки даже нету. Да не есть, но там патронов мало. Окей. Дыра в земле. Без страховки лучше не лезть, говорят. У нас есть страховка. Так. Чём тут видим? Когти смерти. Ну не, ребят. К вам я не полезу. Когти смерти. Спасибо, в другой раз поговорим. В разрушенных помещениях сидят когти смерти. Могу и мимо них пройти, да. Могу в шкафчики залезть, да. Я думаю, на этом наша выложка сегодняшняя закончится сюда. Ну, как бы не стрим, я имею в виду, а побываем мы тут в пещере вот в этой, в подземелье разрушенном. И свалим. Самое главное, шкафчики все полутать. Все-все-все-все-все-все-все-все-все. О, металлолом. Металлолом нам нужен. Нифига. Там ножик валяется в пустой комнате, говорят. Основная система Т-51Б. Сложная система устройств, включающая малый ядерный реактор, силовый модуль экзоскелета, блок охлаждания и прочие составные части, необходимые в сборке брони Т-51Б. Ммм, вот это вот вообще круть. А еще нож есть, да. Боевой нож. Ну, он меня как бы не особо интересует, скажу я вам. Здесь тоже боевой нож? Да, тоже боевой нож. Синтезатор одежды. Лол. Вы с интересом рассматриваете эту технику. На ее корпусе красуется логотип WorldTech, который напоминает вам о родном убежище. Эрудиция. Техника предназначена для работы в стандартных убежищах WorldTech. То, что надо. Вы демонтировали рабочие детали из этой техники. Чип синтезатора одежды. А рекан, говорит, попахивать силовой броней. Да, прям, знаете, несет силовой броней. Rainbow Sky Crow, ты прав. Собирать придется самому. Как плохо, что в этом фолле до сих пор не придумали туман войны. Да он и не нужен, на самом деле. Полки. Еще что-то можно здесь забрать? Насколько я помню, нет. Вроде бы только две детали какие-то вот эти можно взять. И все. Но здесь есть дальше проход куда-то. То есть мы-то пришли откуда-то? А, нет, мы отсюда пришли. Тут можно оббежать. Сможем ли мы тут пробежать? Да, сможем. Шкафчик. О, шкафчик. Стимпа. Как говорят, все вынесли. Врунишки. Шкафчики на стенах, да, вижу. Это выход отсюда. Шкафчики еще есть. Еще шкафчики, 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 шкафчики. Шкафчики, я вас ищу. Шкафчики. Ау. Маленькие мои выгодия. Это экспа ходит, конечно, здесь вот. Не, я больше не вижу шкафчиков. А, вов тут есть. Нужно как-нибудь в боевом режиме прошмыгнуть мимо. Хотя можно оббежать вот здесь. Прикольно было разводов, ать, неизвестные пещеры. Разведывать, наверное, хотел сказать, free to kill. Разведывать неизвестные пещеры и натыкаться на врагов. Ага. Ну, вообще, да. На самом деле, эксплорейшн это очень хорошая штука. Это то, чем очень крут Fallout. Нам нужно пробежать здесь, тут. Шесть. Шесть. А тут проход был. Лоу. Но не туда. Где я хотел шкафчик-то полутать, не понял. Куда ты хотел пройти? А, вот сюда. А это стена, на самом деле. Здесь не нужно ничего делать было. Не туда попер. Не туда попер. Ну, бывает, да, и сбывает. Это все панели на стене какие-то. Это не шкафчики. Тостер оставил три здоровья мочи их. Какие три здоровья? Ломи когтю смерти тостером. Увы, тостер не извезли. Убежище. Свободная стоянка, да. Свободную стоянку. Потом сюда. Они нанесли тебе три урона за удар. А-а-а. Ну, это просто повезло, наверное. Так больше нанесли. Они могут, я уверен. Кстати, проверил в комнате рядом с когтем смерти. Да, да, да. Там что-то как-то не то, что я подумал. Кстати, что за дом? А, в этом доме мы были, да? Да, вот тут мы были. Нет, не были. Стой, это казарма. Все сюда нельзя. Пошли на выход. Живей, 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 живей. Ну, мне показалось, это отель. Окей. Ты выкинул тостер? Нет, я его не выкинул. Я его просто оставил в шкафчике. Все. Продолжаем заниматься нашим компьютером, увлекательными делами, но перед этим сохраняемся. Насколько большая карта по сравнению со второй частью? Я бы сказал, несколько больше. Ну, как минимум, чуть-чуть больше. И вот, например, во второй части, там крупных городов было штуки полтора. То есть, например, Нью-Рина был крупным городом и был относительно крупным городом НКР. Все. А здесь же есть Нью-Рина, Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити. Все крупные, действительно. Очень интересно. А, не-не-не, там был Сан-Франциско же еще во втором флоте. Ну да, получается прям так, немножко больше. Вот. Местная неслокация. Давайте посмотрим. Координаты зоны 51. Занесли. Новая локация открыта. Архив инженерной службы. Увы, доступ к чертежам ограничивают очень сложный пароль. Попытаемся взломать. Доступ разрешен. Да, вот как надо работать, детка. Компьютер выдал целый список различных чертежей. Спецификации, прочей технической документации. Большая их часть для вас бесполезна. Но кое-что интересное выбрать можно. Давайте искать чертежи силовой брони. В базе есть только чертежи, несущие конструкции. Чертежей внутренних модулей брони не оказалось. Ну хоть что-то, скопируем на диск то, что есть. Готово. Компьютер выдал целый список различных чертежей. Назад к списку. Отчеты тюремного надзирателя. Ветру войны не привыкать к карательным мерам. Многие рейдеры и прочие бандиты были казнены здесь для устрашения жителей Южной Невады. Ищем отчет о текущих заключенных. Сэм Райли, 24 года, мужчина, житель Лас-Вегаса. Порядок казни, отрубить руки, затем ноги. Затем повесить прилюдно. Еще еле живого на заборе. Как вообще классно. Причина казни. Внезапно раскрывшаяся от тайного агента в Вегасе информация. О подлинных намерениях узника. Тот занимался шпионажем для кого-то из авторитетных жителей города. Руководство, как обычно, выбрало самый простой путь. Ликвидацию врага. Гуманисты сразу видно. Защитники прав. Так. Заказ на поиск Конституции. Похоже на то, что руководство базы действительно верит в Старую Америку и ее ценности. Ну да, особенности в казни. Как бы, ну, Америка и казни, они в руководство уйдут. Правильно? Правильно. Например, был совершен заказ у караванщиков на доставку копии Конституции из музея Рина, флагов США, плакатов по различной военной атрибутике довоенных США. Сложно сказать, стоило ли оно таких вложений. Завершить сеанс. Супер. Не уходи, говорит Мурзелка, я отойду на минуту. Дзать. Ну, отходи. А мы пойдем поговорим с чуваком в силовой броня. Штаский, тебе чего надо? А, это генерал как раз, да? Мне нужно с вами осудить один очень важный вопрос. Я весь внимание. Могу продать боеприпасы для пулеметов из Которна. Наш калибр. Такими патронами заряжали тяжелые пулеметы на малом скоростном флоту. У нас как раз есть пара таких пушек. Мы утащили из Которна их несколько лет назад. Теперь будет чем заняться. Ээээ, чем их зарядить. Отличная находка. Выкуплю ящик за 750 баксов. По рукам. Так, а это что такое? Чертежи Т-51, часть 1. Гарнитура выглядит не очень. Но она видала виды, я так думаю. Стала от этого очень 3D-шной. Так. Важный вопрос. Мне в Которне удалось найти наградной пистолет. Выглядит эффектно. Ммм, дай посмотреть. Постой, это ведь... Это ведь оружие моего предка. Человека, который спас наших людей во время Великой войны. И вот я держу в руках часть его прошлого. Свидетельство забытых заслуг. Я выкуплю это оружие за тысячу. По рукам. Продолжаем наш разговор. У нас еще кепка осталась. Парадная форма. Ммм, важный вопрос. На вокзале шпионажа мне волнует. У вас есть задание вообще? Ммм, есть одно задание. Не думаю, что оно будет для тебя сложным. Слушаю. Мне нужен толковый человек, способный проникнуть на территорию базы Хатторн и вынести оттуда некоторые вещи. Тебя интересует эта работа? Ну да, конечно, рассказывай подробно. Тогда мне придется немного прояснить ситуацию. Наши поселения — это потомки тех, кто служил в Хатторне более 70 лет назад. Те, кто знал тайны нашего происхождения, уже лежат в земле. Но суть даже не в этом. Угу. В Хатторне должны остаться памятные свидетельства наших предков, личные вещи, информация в базе данных. Ну или что-то подобное. Собери все, что найдешь. И принеси мне за вознаграждение. Вопросы есть? Да, хочу кое-что узнать перед отправкой. М-м-м. Почему вы не дадите это задание своим людям? Во-первых, не хочу рисковать своими людьми. Мне проще нанять приезжего старатель. Во-вторых, мои люди заняты, а снаряжать экспедицию — довольно хлопотное дело. Наконец, не всем моим людям можно это дело доверить. Здесь нужен немного другой уклад ума. Ясно, но это ведь старая история. Вам зачем это все нужно? Я рассчитываю, что свидетельства былых заслуг наших предков могут помочь поднять дух бойцов. Все зависит от того, что ты найдешь. М-м-м. А если ваши предки вышли из Хатторна, то почему вы здесь, а не там? Это и для меня вопрос. Предки не жили в гарнизоне после Великой войны. Они укрылись в убежище недалеко отсюда. Возможно, Хатторн мог стать объектом ядерной атаки. Поэтому оставаться там было опасно. Вернуться на базу мы тоже не смогли по ряду причин. Это ветхое здание, работающая система охраны, насиженность нашего места и многие другие причины. Так что я получу за работу? Я заплачу деньгами. Моё слово железно. Можешь не сомневаться в частности сделке. Хорошо, больше нет вопросов, сэр. Отлично, жду хороших вестей и последующий... Послушай ещё пару советов, в котором не до сих пор действует система автоматизированной охраны. Будь осторожней, когда поедешь на территорию гарнизона. Другая проблема — отчаянные мародёры, которые иногда можно встретить в окрестностях. Это необычные бандиты, они имеют куда более крутое снаряжение. Это всё счастливого пути. Разойтись. Привет, Венерлин. Теперь поговорим. Насчёт задания. Ха-ха-ха, можно про предков передать. Вообще, как это повлияет на историю, если мы про предков выдадим информацию? Я, наверное, даже открою на всякий случай гайд. Хочу спойлеров очень. Угу. Так. Доступ к звонанию мест. Угу. Да, нужно диск отдать. Но всё равно ему придётся отдать. Лоркан говорит, «Дайс, расскажи правду. Патроль генерала». Да, он пишет мне, например, «Эмбер Альфа». Особо никак не повлияет. Генерал, а почему вокруг вас собирается тьма? Но я воин света, и я рассеку эту тьму. Я рассею её. В общем, мне удалось найти парадную форму старого образца в Хаторне. Что думаете насчёт её? Не видел ничего подобного. Если в очередном поднятии флага я выйду в этой форме, то наверняка создам нужный эффект среди парней. Это то, что нужно. Так, держать рядовое. В смысле хорошая работа, штатский. А деньги где? Ладно, мне удалось найти информацию о ваших предках, группе дезертиров, которые обосновались на этом месте. Дезертиры? Дьявол! Я догадывался, что старики что-то скрывали от нас. Ну а такое... Эта информация не должна просочиться в ряды обычных жителей. И рядовых, и... Похоже, что Хаторн нам не поможет. Придётся разбираться своими силами. Ну тогда на этом моя часть работы выполнена. Что насчёт оплаты? Солдат ребёнка не обидит. Вот твои деньги. Здорово. Постой, мне есть ещё одна просьба, если ты не против. Да. Мне докладывали о парочке реднеков, которые устроили переполох на блокпосту. Но доклад вызывает некоторые сомнения. Мне бы пригодилась твоя помощь, чтобы разъяснить ситуацию. Ну, буду рад помочь, а что нужно? Поговори с часовым на блокпосту. Затем сходи на вокзал и найди тех реднеков, которые это устроили. Поговори с ними, узнай их версию инцидента. С тобой им будет проще разговаривать, чем со служащим гарнизона. Но звучит несложно. Жду с докладом. Постовые тебе помогут разойтись. Сколько денег дали? 3 800. Нормально. Но это суммарно за счёт того, что мы ещё тут продали всё остальное. Так, ну чё, генерал к нам относится как? Хорошо? Нет? Отношения к Армаму, например, ветер войны любит. Любит нас здесь просто. Жаль, что нет озвучки анимированных персонажей. Да, некрофагистов, это жаль. Курсор плотина света. Это на самом деле молот святой. Логика, мать его, не мать приезжего, которого хрен два знаешь. Вместо своих проверенных бойцов, говорит Сесейр, которых ты не сомневаешься и уверен в них на 146%. А он сомневается в них, он не уверен в них. Вот сюда можно пройти? А сюда? А, это казарма, да? Да. Казарма как хотелось бы проникнуть, сколько шкафчиков, э? Так прямо кажется, что там что-то очень крутое должно быть. Как пройти наружу? Катаны. Есть идея? Стена. Стена, стена. Служил я погрязлю в коррупции. Грабят простых граждан. Минерал не доверяет уже своим бойцам, говорит Эмбер. Да. Иди к сундукам женщин, которые не давали. Окей. А чем вы занимаетесь? Не ваше дело. Вы радист? Хм, с кем я разговариваю? А я здесь по личному делу генералу Вескеру. Ну, если так, то что же вы хотите от меня? Ну, хотел поинтересоваться этим поселением, если вы не против. Серьезно. Обычно все интересующиеся оканчивают за воротами. Так что ты там хотел? А чем вы занимаетесь, если не секрет? Вам, скитальцем из пустоши, с вашими дикими примитивными познаниями, этого не понять, да вам и не нужно, поверь на слово. Но вы занимаетесь пеленгацией, радиодислоцированием, верно? Ну да, верно. Вы откуда знаете? Но в пустошах не такие дикие, не цивилизованные все, как вам кажется. Ну да, я занимаюсь слежкой за нашей территорией благодаря этой технике. О, неужели эта техника осталась до военных времен в рабочем состоянии? Да, я до сих пор работаю. Эту аппаратуру мы привезли с одной военной базы, где она надежно хранилась на складах. Теперь мышь не проскочит без нашего ведома. Имейте в виду, штатский. Хорошо. Другой вопрос. Историю места расскажете? А, не о чем рассказывать. Все мы потомки людей, переживших Великую войну. Вазах Аторн. Когда мы, когда же некого было спасать в Неваде, укрылись в тесто убежищем. Убежище из теста. Да, есть такое, прям для выпечки соревнования приготовленное. Убежище из теста. В него потом начинку мясную накидывают и сверху ядерные бомбы кидают, прожаривают до румяной, хрустяной, хрустящей корочки. А, мясной пирог готов. Что будет после Невады? Пиларс или, может, ты увидишь нас с Балдосгейтом 2. Может, Флаут 4 будет, кто знает. Я не уверен насчет технической стороны, потому как игры довольно тяжелые графические. Они у меня, как ни странно, все-таки немного лагают. Я вот тут с некоторыми такими кандидатами пробовал, тестировал, как оно идет. Вот. И по-разному идет. Например, там, Ведьмачок вообще идеально идет. Гладко, плавно. Хотя самые не на 60 фпсах, но при этом плавно. А вот какие-нибудь другие игры, какие-нибудь новые Dragon Age, им как-то немножко не очень. Так что не знаю, что за движком Флаута будет. Я еще как-то посмотрел свои вводы по Скориму, которые я записывал на этом же компьютере. И тоже они, мне кажется, довольно неровными, дерганными. Что-то как-то вот в последнее время все не устраивает, все не так. Печаль такая. Убежище имело кодовое название «Ветер войны», его построили исключительно для проверки материалов и технологий. Прошло время, родились мы. Ресурсы кончились, мы вышли на поверхность, начали новую жизнь. Минерал Вескер взял ситуацию под контроль. Осели в этих руинах, взорвали убежище. Мы негодны к работе в сельском хозяйстве, жить надо. Жили за счет охоты. После появления пришельцев охота стала особенно тяжелой. Нашли другой способ заработка, защищали для мелких поселений перевалочных пунктов. Защитников стали для мелких поселений перевалочным пунктом. Так что медленно дела стали Тевгуру. Ой, я просто все это целиком читать не буду, честно. Мне очень тяжело. Это просто какая-то стена текста, разделенная на отдельные абзацы. У их лидера самая крутая броня. Он помешан на всем военном. Он называет своих солдат парнями. Парни в зеленой броне. Это что, варбос, говорит Мендоса? Нет. Это просто военный такой, знаете, аутентичный до мозга костей военный. По роликам там игрушечная графика. Да ну не скажи, Бьезда умеет делать графику, которая лагает. Если Ведьмак пошел и в 4 пойдет. А эта движка зависит от Ведьмака довольно специфичная оптимизация. Когда я, например, ставлю ограничение в 30 кадров в секунду, оно идет плавно. То есть сразу видно, игру оптимизировали под консоли и по 30 фпс. Когда я ставлю, например, unlimited фпс, то начинает как-то, не знаю, подлагивать, точнее говоря, немножко дерганой, рваной становится анимация. Я нашел фикс. Нужно там настройки в дровах некоторые изменить. После этого анимация в игре становится плавной, но на записи все равно видна вот эта фигня. Ставишь 30 фпс, ограничиваешь, все плавно идет и запись, и, собственно, сама игра. Что с флаутом будет, фиг его знает. Я так понимаю, мне не хватает крутой видюхи, чтобы все в 60 фпс без проседаний шло. Вот, 760 и GTX уже не очень круто. А цены я посмотрел сейчас и как-то прям не очень. выкидывает 25-30 тысяч просто непонятно за что. Майтфлайн говорит, насколько сильно я опоздал. Тут я бы сказал, серьезно в этот раз опоздал. Угу. Угу. Так, ладно, что-то я заболтался, потом вырезать буду. Здравствуй, Даниил. Так, в контексте военной не до мозгов костей, а до центра костей. Ну, прям вообще, да, абсолютно, до последней клетки. Ага. Угу. Почему о ветре войне идет дурная слава от прежних людей? Эх, фыркает на ваши слова. Мы здесь пытаемся наладить нормальную жизнь в жестких и невыносимых условиях. Нам некогда слезы ронять, посторонние понимают это неправильно. Мы защищаемся от пустоши, а не терроризируем ее. Ясно. Серьезно? Обычно все интересующиеся оканчивают заворотами. Так что ты хотел-то? А про генерала Вескера как к нему относятся в этом городе? Генерал человек сильный и харизматичный. Он сплотил людей и построил эти бараки на руинах до военного городка Парамп. Без него мы бы сгинули в истории. Все любят и ценят Вескера. Даже когда он называет провинившихся, оказывает провинившихся, да. Провинившихся есть атаки. Да, солдаты, они есть солдаты. Иногда случаются срывы. Работа ведь нервная, а хотя чуть, что-то я с вами разговариваю. А ну, штаски, следите за языком. Да, да, конечно, извините. Пожалуй, все. Пока. Генфэкс говорит, у меня 390 икс от МД, и все равно надо мощнее. Ха-ха. Здесь есть электроотмычки, говорит Причер. А где они ездились? Ну-ка, подсказывай. А то без спойлеров не очень дело идет. Я думаю, вот эта вот штука, а нет, она как бы наоборот, вот срезанная уже как бы все. Я думал, это закрытое здание, в которое можно с помощью ключа попасть. Ари Канг говорит, донат гол на видюху. Не знаю. Не знаю. Все может быть, но есть и другие проблемы, которые нужно решать. Возможно, видюх это не самая лучшая штука. В общем, я понял, куда нужно идти. Нужно идти просто банально на предыдущую локацию. И на предыдущей локации. Что у нас есть? Вот, вот эта штука, да, возможно, сюда можно попасть с помощью ключа. Только как? Заберикодированные двери. Дверь с поперечными металлическими вставками, которые не дают ее открыть и даже выбить. Вот, возможно, ее нужно открыть. Больше же тут ничего нету. Да, больше ничего не вижу. По квесту помочь в побеге парню в нижней коморке. А, это который... Ясно, ясно. А если я сюда уйду, его не казнят за это время, как думаете? Ключ от тайника. Это ничего не дает. Нет, это не тайник. Где же тайник? Парень и ночью голову качает, да. Где он там был, там? Ну, не важно, в общем. Вопрос, где тайник? Зараза такая. Еще раз читаю. Ключ, который он даст, откроет печку за пределами базы. Без ключа не вскрывается. Печка за пределами базы. Печка. Печка. Я печка, печка, печка. А вовсе не дом. Как любая печка. Я нифига не умею. не видно. За пределами базы. Это уже в пределах базы. Как черту печка? Печкин, почтальон, то упоролся. Я вот перед выходом в фоллач я себя комберу за 110к, дабл дэмэдж. Причем сам собираю. Так вот, год назад я его мог собрать за 70к. Даже с учетом выхода 970 GTX. 110к дабл дэмэдж. Это жесть вообще. Я, конечно, понимаю, когда деньги есть, это классно. Можно собрать, себе позволить и радоваться. Но так-то, когда тебя их не особо много, ты смотришь на это, думаешь, жесть, 110к. Как компьютеры дорого стоят вообще. А, вот и печка. Вы не можете туда попасть. А как туда попасть? Как туда попасть? Я хочу туда, я хочу туда. к тачке можно пройти через механика местного, который напротив врача, но там на тебя набросятся. Да все понятно, набросятся они те еще вообще. Вурдалайки. Печка, печка, печка. Забор. Печка, забор, печка. В каждой печке свой забор. Серьезно. Без ключа, говорят, туда не пройти. Или... А, не вскрывается. Ключ от печки нужен. Стена. Ничего необычного. Стена. А если здесь перелезть? А толку никакого. Надо, говорят, зайти с другой стороны. С какой другой стороны? Вот сюда мы попасть можем каким-то образом. Сейчас глянем. Там вон в здании печка стоит. Вот я и говорю, вот печка есть. Прямо в здании вот это вот. Вот сюда нужно попасть. Снаружи пройти можно, где парни бил ради Дигла. Если бил... А, да, бил, было дело. Устроил ему небольшой фистинг. Компьютеры стоят не так уж и дорого, говорит Мендос. Просто мы живем в России, где цены растут, а зарплаты нет. Так-то да. Это вот правда. Мм, вот здесь пройти можно, да? Да, точно. Спасибо вам огромное. Я бы, наверное, еще долго бегал. Что-то они маршируют там, да? День и ночь тренируются, вообще без сна и отдыха. О, попали сюда. Плита. Обыкновенная плита для приготовления пищи. Ее уже очень давно не использовали по назначению. Если мы ключ сюда применим. Вы открыли внутри плиты оказавшийся там закрытый сейф. А там стимпак, электроотмычки, оружейные детали, порох. Все беру. Кстати, этот городок просто невероятный фарм денег, говорит Притчер. То есть вокруг него можно бегать и что делать? На кого-нибудь натыкаться, да? На сражающиеся патрули, насколько я помню. Я вот читал факи, там говорили, как денег зарабатывать. Натыкаешься на людей, которые сражаются. Ждешь, пока они друг друга перебьют и добиваешь выживших. После этого продаешь все, что есть. Все, что найдено. Электроотмычки. Да. Слава электроотмычкам. Так, какие у нас задания? Ветер войны. Есть у нас здесь. Интендант заказал 30 бутылок пива. Скопировать для шпиона данные. Расследовать инцидент на блокпосту и доложить Вескеру. Нужно, во-первых, поговорить с патрульным. Не с патрульным, а с часовым, наверное. Генерал говорит о каком-то инциденте с парочкой рыднеков на этом посту. Можешь рассказать? Ну, какой-то старый дед с пустошей пытался прорваться за ограждение. Получил по щекам и пинком под зад был отправлен обратно. Наверное, сейчас он на вокзале синяки зализывает. С ним еще девка была дура-дурой. На вокзале. На каком вокзале? На большом вокзале. Что-то не знаю. Что-то делали. Женвикс говорит, помню времена, когда ты убегал при разговоре о Неваде. Бывали времена, согласен. Да, спорить не буду. Где у них тут вокзал вообще? А, эта локация, наверное, должна появиться после того, как мы, типа, поговорили, да? Именно, говорит Притчер, насчет встреч вокруг этого города. Из каждого пака две винтовки, каждая из которых 1К стоит. Сколько у нас места? 120, 160. Можем лишнее, во-первых, сложить здесь. Вот, а потом... А потом продавать. Кстати, вопрос, где продавать? Вон они были в здании. Кто были? В здании? А, типа, вот это вокзал, хотите сказать? Вокзал это здание, через которое ты проходишь. Ясно. Эй, ублюдок, ублюдок, говорит один другому. А, вот эти двое, да, стоят здесь. Я надеюсь, у них, конечно, что-то есть в карманах. Да, есть фрукты, от которых я радиацию получил уже. Хорошие фрукты. вообще просто смак. Муа!